Особое мнение на 101FM Собственно говоря, это следовало ожидать И это означает только одно, что Никита Юрьевич больше не будет губернатором Кировской области А остальное, я надеюсь, что все-таки следствие разберется, кто прав, кто виноват После случившегося 24 июня, по-моему, не было даже, никто не высказался за возможность возвращения белых должных главы региона На кухнях такие возможности обсуждались, но это слишком фантастическая, утопическая теория, сценарий Чтобы Никита Юрьевич вернулся обратно на этот пост, уж очень нереально Сейчас нам стоит ждать назначения временно исполняющего обязанности, соответственно Да, временно исполняющие обязанности у нас есть Скорее всего, там он будет заменен, а может быть, там и не будет заменен Но так или иначе, ждем реакции федеральной власти и ждем назначенца Назначенца не нашего? Или вы допускаете, что кто-то из кировских политиков, или засветившихся в Кировской области? Вероятность того, что кто-то из кировских политиков станет кировским губернатором, на мой взгляд, мала Скорее всего, это будет фигура, выдвинутая из федерального центра, и, скорее всего, это будет не житель региона Почему именно сегодня, 28 июля, отстранена должность официальная? Для того, чтобы выборы не состоялись, не назначались в этом году, о чем говорят многие Нет, в этом году уже пропустили тот момент, чтобы... Успеть запустить избирательную кампанию губернаторской? Да, то есть, скорее всего, там решили все это отложить, и там в любой из дней после того срока, когда уже там поздно, делается объявление Еще раз произнесу, только что стало известно, что губернатор Кировской области Никита Белых отстранен от должности в связи с утратой доверия Следующий вопрос я хотел, я думаю, чуть вам позже задать, но все-таки вот сейчас к месту именно сейчас задать Семь с половиной лет, напомню, Белых возглавлял наш регион Олег, дайте оценку общественной деятельности, гражданской активности за эти годы, что с ней произошло И личная заслуга Белых в этом, насколько велика или мала? Ну, общественная деятельность и гражданские инициативы, они за этот период, они существенно возросли Кстати, центр поддержки, извините, перебью, центр поддержки НКО Сколько уже? С 2000 года С 2000 года, гораздо раньше Гораздо раньше Вот активность, общественная активность, она действительно возросла Появились и укрепились новые институты Там, допустим, та же самая общественная палата Это, в принципе, попытки создать общественную палату были и при предыдущем губернаторе При шаглении? Да Но тогда был, вплоть до даже официальной ответы, что там не видим целесообразности Ну и, в общем, на словах объясняли, что нам это неинтересно А кто объяснял это? Руководство региона? Руководство региона То есть, были неоднократные обращения, мы собирали тогда инициативные группы и прочее То есть, с тем, чтобы такой институт создать А тогда уже был закон об общественной палате Российской Федерации? Да, да, да То есть, на базе, в рамках этого законодательства уже планы были? Тогда еще не было, как такового, законодательства, регулирующего деятельность региональных палат То есть, появилась общественная палата Российской Федерации И в разных регионах, там, самостоятельным порядком стали возникать, вот, по аналогии с федеральной То есть, стали создаваться местные, там, ну, региональные общественные палаты И у нас здесь вы входили в, да, в инициативную группу? Вячеслав Слезнев возглавлял группу То есть, он был таким, ну, сторонником, инициатором Ну, вот, первый секретарь общественной палаты Вот, но все эти идеи, они получили развитие только при губернаторе Белых И, там, три созыва, общественная палата, уже, там, третий созыв уже работает Сейчас третий созыв Сейчас работает Вы помните, как эти вещи, там, начинали обсуждаться? Да, я помню Мы, там, неоднократно сбил их Достаточно все произошло быстро Вот, тут, собственно говоря, требовалось только лишь, там, не противодействовать Вот, и помочь подготовить нормативно-правовые документы По, там, регламентации деятельности, там, ну, региональной, там, палаты То есть, провести через ЗАГС собрание То есть, убедить, в том числе, и депутатов Если бы, как и раньше, исполнительная власть региона, там, противилась бы То ничего бы и не состоялось У нас сейчас, по-моему, есть в стране регионы Где, в принципе, это, вот, местным руководителям не очень надо И, там, нет общественных палатов То есть, вообще нет Вообще нет Или она была, но загнулась по каким-то причинам Нет, нет, нет То есть, худо-бедно, там, в каком-то виде, там, ну, там, почти во всех есть Но, по-моему, еще не во всех В принципе, это, как один из индикаторов деятельности местных губернаторов Ну, дело даже не в общественной палате То есть, общественная палата, это, как один из институтов Да, далеко она не накрыла, не объединила в себе все эти гражданские инициативы Она не должна объединять тотально, там, или заменять, там, все гражданские инициативы Это всего лишь, ну, некая переговорная площадка Между, там, гражданскими инициативами и властью То есть, публичное место, куда можно, используя определенные процедуры Прийти и на уровень власти вынести вопросы и доказать какую-то свою точку зрения Вот, это всего лишь один из институтов Если говорить о других институтах Что было за последние 7,5 лет? По другим институтам Вот, допустим, по публичным мероприятиям Вот, тут такая, вот, я грубо, утрированно скажу, да Но, вот, такая динамика При предыдущем, при предыдущих губернаторах То есть, все было намного жестче Ну, то есть, в плане организации публичных мероприятий Там, митингов, пикетов, демонстраций То есть, мы помним еще эти старые истории Там, с разными активистами Которых достаточно жестко там упаковывали И там, заводили различные дела Там, просто за участие там, в выражении собственного мнения Ну, активисты-то эти, слава богу, живы-здоровы Активисты, да, слава богу, живы-здоровы Вот, по моей оценке По моей личной такой оценке Наблюдая так многих людей Вот, мне кажется, что вот Пик их активности, пик их там Сопротивления некого Нет, расцвета возможностей Многих активистов пришелся как раз на период правления Белых Многие из них там Ну, кто-то благодарен, кто-то обижен Кто-то, чей-то вопрос не был там напрямую поддержан губернатором Вот Мнения могут быть разные Но, вот, вся эпоха там Никиты Юрьевича Белых в Кировской области Вот, она дала шанс И здесь произошло, на самом деле, много там крупных, мелких мероприятий В принципе Кировская область там выгодно отличалась от других регионов По степени там публичности власти По степени открытости И по степени, как бы так сказать По отсутствию боязни региональной власти К собственным активистам То есть, активистов не хватали за руку там Не делали там активных провокаций Не упаковывали там в наручники каждый раз То есть, инциденты были Вот, всякое было Но это были скорее там исключения, чем правила Вот И только там в последние там пару лет Вот, в связи с ужесточением там федерального законодательства И подкручивание там региональных норм К требованию В том числе антитеррористических Снова стали как бы вот нормативные Ну то есть, системные такие вот ограничения Для организации публичных мероприятий Ну это уже новые вызовы времени И здесь как бы там заслуга или вина Тут там губернатора Белых Я думаю, что там это совсем другая песня А в каком бы направлении, кстати, шло бы развитие Если бы не случилось этого, то что случилось И благополучно Белых до 18-го года у нас бы здесь пробыл А что должно было случиться, собственно говоря? Ну вот то, о чём вы сейчас рассказали Мы на самом деле как бы надеемся, что вообще как бы ничего не случится Что вы имеете в виду? Не пришлёпнут, не прихлопнут это всё? Хотелось бы жить в стабильном развивающемся обществе В котором можно что-то планировать И надеяться, и быть уверенным, что завтра не произойдёт никакой катастрофы Хотелось бы... Но вы сейчас говорите про наш город, про наш регион Про лично, про друзей Вообще в принципе И применительно к губернатору Заслуга или недостаток любого губернатора Это в его предсказуемости, в векторе направленности на развитие Если губернаторы меняются, там, ну, там, высшие руководители региона Меняются вдруг, неожиданно, там, вследствие непонятных историй Вот и прочее, прочее То есть происходят резкие, там, смены, там, ломки элит Вот, это придаёт хаоса То есть это определённый момент неопределённости Простите, непонятную историю вы как раз-таки историю Да-да-да С уже бывшим губернатором Кириллской области имеете в виду? Непонятна она? Она непонятна Она непонятна, там, по рядом, там, многих причин И тут даже вопрос не столько, там, брал, не брал То есть, там, удивляет степень демонстративности и прочее То есть, с которой эта история, там, преподносится Выстрелила и преподносится Вот, и какие-то имеют, там, ну, последствия Вот такие резкие смены Вот хотелось бы обойтись без них Хотелось бы верить в то, что руководители, там, избираемые на выборах Или назначаемые, там, сверху Но они сейчас выбираются, если о главах региона мы говорим Ну, хотелось бы верить, что вообще любые, там, чиновники, там, как выбираемые, так и назначаемые Не уходили по-английски Да, служат честно, там, открыто, чтобы с ними можно было, там, сотрудничать, там, вполне легально, там, законно Вот, хотелось бы надеяться на них, что они, там, надежда и опора, там, государства Что они первые, там, люди в государстве, которые, как бы, могут помочь, там, своим гражданам Вот, ну, не всегда так происходит Может быть, даже чаще И по телевизору на камере Именно так происходит Каждый день показывают У того прошли обыски, у сего прошли обыски А вот давайте, вот, давайте, вот, свою оценку этим событиям Вы дадите уже после небольшого перерыва Да, и сегодня вы слушаете особое мнение Олега Ткачева Руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций И члены общественной палаты Кировской области Если вы только что к нам подключились Я еще раз повторю Безусловно, главную новость дня для нашего региона Никита Белых отстранен от должности губернатора в связи с утратой доверия Олег, что происходит вообще? Вот это лето какое-то, коррупционное лето у нас получается, да? Белых, затем Следственный комитет руководства Руководитель федеральной таможенной службы Кстати, сегодня его уволили официально О чем сообщают в СМИ Якобы сам он по собственному желанию Попросил его уволить Андрей Беленинов На его место уже назначен сегодня Владимир Булавин Это уже бывший полпред в Северо-Западном федеральном округе На место Булавина перекинут уже бывший калининградский губернатор Ну там еще какие-то движения, вот такая рокировка Какие у вас это все вызывают? Это означает только одно Система не справляется То есть наша государственная система расписывается в том, что она не справляется То есть высшие эшелоны руководства приходится менять силовыми приемами То есть их, грубо говоря, снимают Найдя у них какие-то нарушения Найдя у них противозаконную деятельность Чему это именно сейчас происходит? Ну, можно предположить или там списать на то, что там совсем немного осталось до выборов И надо там переформатировать некое пространство, сделать кадровые перестановки Но общий глобальный вывод Система не может работать стабильно То есть система не работает стабильно Ее лихорадит Она вынуждена очень срочно менять руководителей ряда направлений Ряда регионов, территорий Несистемным образом, неплановой ротацией, заменой Она вынуждена искать у себя слабые звенья И насильно их удалять, эти слабые звенья Честно признаться, вы сейчас разговариваете Мне вспоминается легендарный фильм «Матрица», когда система перезагружается Ну, если вы не очень знакомы, то ладно Нет, я знаком, но не суть То есть это признаки нестабильно работающей системы В стабильно работающей системе такого происходить не должно Ну, я надеюсь, после выборов все это придет в некую более-менее спокойное состояние После каких выборов? В этом году? Или 10 лет спустя? Или 50 лет спустя? Ну, ближайшие выборы у нас буквально вот-вот, в сентябре Разумеется, за ними будут еще и еще И хотелось бы, чтобы все замены, они были плановые Хотелось бы, чтобы наши чиновники не нарушали закон И не было поводов приходить к ним домой с обысками На ваш взгляд, как к обычному-то человеку вести себя в такой ситуации? Продолжать выполнять свою роль, не знаю Обычному человеку надо выполнять Протестовать против активно всего этого Против чего всего этого? Против посадок? Коррупции, посадок и так далее Да, возмущаться Почему система все время вносит какие-то коррективы? Люди уже устали возмущаться То есть людям необходимо исполнять свою работу Жить своей жизнью Больше думать о себе, чем о семье Чем о каких-то там чиновниках Но когда происходят выборы Необходимо приходить и выбирать не того, за которого больше шансов победить Мы не в спортивной игре живем, что делать ставки И чувствовать себя победителем в некой гонке между абстрактными командами Вы верите в то, что выборы могут быть честными? Без использования каких-либо Понятие честности выборов Это такое очень относительное Нет, я имею ввиду, когда ты голос отдал за этого человека Твой голос подсчитан И он опущен в ту копилочку В качестве технологии подсчета голосов Это несколько иное Это более небольшое понятие Относительно всей честности выборов То есть у нас нечестные законы Может быть, по которым избираются То есть я с многим не согласен положениями закона Но закон он закон, его необходимо исполнять У нас закон написан специально для продвижения определенной категории людей То есть я, если говорить грубо, то у нас в законе зашит имущественный ценз на прихождение во власть То есть То есть обладая определенной долей Без копейки денег Никаким депутатом вам не стать То есть расценки на услуги различных служб На использование различных технологий То есть о вас никто не узнает Если у вас нет ни копейки денег И если в вас никто не готов вложиться Суммы, честно говоря, особо и не скрываются Ну да А чтобы в вас кто-то готов был вложиться Надо по существующим Вот как бы правилам Сложившимся правилам Сложившаяся практика То есть требуется одобрение той же самой власти Иначе там все финансовые краны будут перекрыты Ну мы этих историй тоже наблюдали там много раз То есть вся система, она достаточно нечестна Вот в плане процедуры подсчета голосов Да, вот именно такие там организации типа Ассоциации Голос Они научились, да И их навыками, кстати говоря, пользуются В том числе и прогосударственные там организации Денис Шадрин у нас, напомню, возглавляет Да, есть Вот проконтролировать там Все ли правильно подсчитано Это самая маленькая часть Во всей этой выборной истории Вот И ее, конечно, там бывает сбоит Но не всегда Вот То есть подделать, подтасовать Ну как-то вот прижать там и нечестно Там То, что называется украсть голоса Можно, но не все сто процентов там проголосовавших Все-таки Нельзя диаметрально своровать абсолютно все Все-таки первоочередную задачу Первоочередная Как голосуют Играет присутствие людей избирательных на участках Люди приходят И вот если ты пришел и свой голос отдал То этот голос не будет записан за кого-то другого Ну вероятность этого события там крайне мала Если ты не пришел Вот И твой пустой бюллетень там Там Может или не может куда-то использоваться Там это вопрос уже там Чистоты Ну и контроля за выбранными процедурами Ну по крайней мере такая возможность появляется В этом плане Простым людям Там Любым людям Всем людям Вот Необходимо заниматься своей жизнью Своей семьей Вот И тщательнее выбирать тех людей Которым они доверяют управление собственной жизнью Вы согласны с тем, что власти Не выгодно Чтобы как можно большее число людей Приходило на избирательные участки Вот придут Один, два Спорный вопрос Там выгодно, не выгодно Власти, чтобы приходили там люди Если власть там Там желает Манипулировать Там и подтасовывать результаты Наверное, не выгодно Если власть и так знает, что Настроение там людей Складывается в поддержку той самой власти Ей выгодно То есть здесь Вот нет такого там Черного и белого Тот самый термин Легитимность, да? Ну да Власти Более легитимная Власть становится Если как можно большее число Пройдет и проголосует Я вполне верю, что Та власть, которая есть сейчас Там вот вместе Со всеми теми прекрасными людьми У которых проходят Домообыски Вот она избрана Там, ну кем? Не инопланетянами с Марса И даже не Само не на территории Соединенных Штатов Там избирали Тех людей, которые поставили этих людей Вся эта власть Она выбрана нами Избирателями И задумываться каждому из нас Задумываться надо каждому из нас Ставит Там, когда мы Там берем ли мы 500 рублей Там за свой голос Или Говорим, как Там прикажет начальник Там голосуем Или верим Там несусветным обещаниям Через средства массовой информации Которыми нас кормят Вот Там Веря абсолютно всему Чему говорит там власть В общем, давайте думать Давайте думать Ну а мы сейчас Сходим на небольшую рекламу Скоро вернемся Продолжается программа Особое мнение Сегодня это Особое мнение Олега Ткачева Руководителя Кировского центра поддержки Некоммерческих организаций Члена общественной палаты Кировской области Напомню слушателям, что на сайте Есть аудио и видеотрансляция нашего эфира Кроме того, есть там специальная форма Для того, чтобы вы смогли Задать свой вопрос Гостю Особого мнения Вы, наверное, Олег Уже читали Видели этот анекдот Современный Который появился В интернете Про идущих по дороге Белоснежку Дюймовочку И Бабу-Ягу Нет? Не читали? Нет Вот идут они и разговаривают Меж собой Дюймовочка говорит Я самая маленькая Белоснежка говорит Я самая красивая А Баба-Яга говорит Я самая злая и страшная Идут они И на дороге им попадается Дом правды Где можно узнать о себе всю правду Сначала заходит Белоснежка Выходит в слезах Говорит Я, оказывается, не самая красивая Самая красивая Это спящая красавица Заходит затем Дюймовочка Оказывается Я тоже выходит Плачет Я, говорит Не самая красивая Не самая маленькая Меньше меня мальчик с пальчик А Баба-Яга Выходит разъярённая Топчет ногами И спрашивает Кто такая Яровая? Вот такой анекдот В общем, про пакет Яровой Я так подвёл Давайте я не буду перечислять Что содержится в этом пакете Давайте вы сразу Общее мнение об этом выскажите Ну, чего? Как бы гайки завинчиваются Законодательство Становится суровее Непонятнее То есть Некомфортабельнее Для людей Там поправок много Там целый пакет Они вступают в силу в разное время В разное время вступают Они разнородные Ну давайте по поводу интернета Вот это хранение данных Переписки Мобильной связи И так далее Да, то есть В принципе Россиянам давно пора Распроститься с иллюзиями О приватности в интернете Если вы залазите на сайт И в качестве анонимного посетителя Пишите какой-то комментарий То это ещё не значит Что никто не знает Кто вы такой Где вы живёте И с какого компьютера Там написали Всё это То есть прецеденты были И у нас в Кировской области То есть Без обычных там Средств Маскировки То есть в принципе Там легко вычисляется Суть поправок там Яровой в том Чтобы В части интернета Весь этот трафик Вся эта информация О действиях любого пользователя Там сети интернет О любых действиях Любого пользователя Хранилась Там и владельцами сайтов И провайдерами И прочее-прочее И хранилась там Определённый Продолжительный Там период времени То есть грубо говоря Все ваши письма Там не только соцсети А там вся ваша Личная переписка Всевозможные там Мессенджеры И так далее И мобильные приложения Всё это должно храниться Которые используют шифровку За то, что ты не предоставляешь Не расшифровываешь самостоятельно Штраф до миллиона рублей Если ФСБ не представляет Никакой приватности в интернете Её нет и не существует И просто предлагается Как бы узаконить Эти механизмы А теперь всё это будет Будут ещё Более правовые основания Истребовать от организации Предоставляющих услуги Ту или иную информацию О действиях пользователей И предоставлять там все копии То есть это удобно С точки зрения Для работы Различных спецслужб То есть Ну кто не знает И раньше была Система СОРМ СОРМ-2 На подходе СОРМ-3 Специфические системы Для оперативно-розыскных мероприятий Которые могли помочь Присматривать За теми За кем интересно Государство присматривать Сейчас Фиксация и контроль Она будет сплошная За каждым пользователем И провайдеры За свой счёт Должны всю эту информацию Хранить Да ладно Ладно за свой счёт Услуги-то подорожают Ведь говорят Это всё на пользователей Переложат Ну как бы за свой счёт Но разумеется Что Сотовые операторы Там по-моему 50 с лишним триллионов рублей Сумму озвучили Которые понадобятся На то чтобы выполнять Вот это Я кстати хочу ещё раз Слушателям сказать Мы сейчас не говорим О чём-то заоблачном И далёком Мы говорим О поправках Которые уже подписаны Президентом 7-го числа июля Они были подписаны Да Но тут есть такая штука Это Какая-то Такая аналогия А вы типа Не переживаете Что Вас обещали Всех пороть Вот Тут как бы Вот так придумано Что Ну смотрение барина Если барин будет добрый То Может быть не сразу И может быть не всех Вот И не каждый день Будут пороть Так что как бы Ничего страшного Это не происходит Там же есть Вот в этом пакете Как бы После обсуждения После голосования То есть Объёмы всей Ну хранимой информации И как бы Порядок Хранения информации Будет определяться Постановлением правительства Вот как правительство Потом пожелает Хранить эти данные И использовать Вот так оно и будет В частности Вот и Вступление в силу Там откладывается В связи с тем Что у нас Технически Неготовые системы Там писать Такой объём трафика Ну как это часто происходит А когда будет готов А сколько надо писать То есть Сохранять ли все Скачанные на торренте Там сериалы Санта-Барбары Вот В отдельной папке Каждого пользователя Вот Или можно Там одну папку Завести И сказать Вот здесь Лежат Все файлы Санта-Барбары Скачанные Там раз Два Три Четыре Пять Там Миллионам Пользователей Вот Ну технический вопрос Там хранить Миллион копий Одного и того же Скачанного фильма И Или как-то По-другому Организовать А вот это должно Чуть позже Там Объяснить И так как Непонятно Сколько Чего И как И в каком порядке Хранить Вот И где хранить Провайдеры И Там Организации Оказывающие услуги Они Тоже не знают А сколько им Дата-центров Надо дополнительно Строить И какова будет Цена Услуг Для Населения Ну Разложенная Вот По себестоимости Этих услуг Ну и Собственно говоря Пока никто Ничего Там Конкретики Не знает Вот Пока примерно Оценивают Там В грубых Там Миллиардах Там Рублей Пока Система Не работает Вот В ближайшие Там Пару лет Вряд ли Она заработает То есть Но это Это не значит Что Уже Сейчас Нельзя Сейчас Там Можно Позволять Себе Много И так Пока Просто Как бы Не будет Там Жесткой Ответственности За то Что Что-то Не сохранено По действиям Какого-то Пользователя И кто-то Не может Предоставить Вот Прямо Так Вот Все Что Требует Там Государство Вот Но Со временем И это Поправят Это Опять же Вопрос Контроль И фиксация Действий Тотальная Вот Санкции Будут Применяться Как всегда Выборочно Олег Не удивляйтесь Если через 5-10 лет Вам вдруг Принесут Распечатку О чем Вы Сейчас С кем-то Переписываетесь Олег Я Сообщу И вам И нашим Слушателям Я Нахожу Сейчас На сайте Кремля Спасибо Коллеги Подсказывают Президент Подписал Указ Об исполняющем Обязанности Губернатора Кировской Области Исполняющим Обязанности Назначен Руководитель Росреестра Игорь Васильев Человек Не местный Ну это так Новость Но это пока Исполняющим Обязанности Исполняющие Обязанности Новость На сайте Кремля Только что Более подробно Будем безусловно Информировать Вас В наших Выпусках Новостей Безусловно Можете Слушать в эфире И читать на сайте Кирова.ру А вот этот Пункт О несообщении Преступления О преступлении Готовящемся Причем Уголовная ответственность Вот с 14 лет Уже предусматривается Уголовная ответственность За недоносительство То есть Если вам известно Что это Это когда-то мы проходили Уже В нашей истории Все это уже проходили Заметьте Заметьте Как бы большинство Там пунктов Поправок Они Опять же Носят Ну Некий Репрессивный Характер Я очень жду И мне бы Очень хотелось Видеть Чтобы наше Законодательство Было уже Там Не репрессивного Характера Не просто Там Про поймать И покарать А про А давайте Что-нибудь Уже Разобьем Давайте Что-нибудь Давайте создавать Что-то новое То есть Последние годы Вот Ну такая вот Политика Нашего государства Это больше Политика Разрушителей Чем создателей Крайне мало Создается Что-то нового Там Позитивного Мало Что-то развивается Но Зато Различные группы Людей Стравливаются Друг с другом То есть Ищется крамола Там В этом В этом Там Принимаются Различные ограничения После Там Стольки-то вечера Нельзя Такие-то продукты Покупать в магазинах После этого Нельзя Вот Это-то делать Сплошные ограничения 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 То есть Люди уже Привыкли К режиму Всевозможных ограничений Люди уже Перестают Понимать А что же Все-таки Ну Уже Разрешено Вот И в этой ситуации Это крайне не стимулирует Развитие Собственной инициативы Вот И создание Чего-то нового Непривычного Потому что Это неизбежно Натолкнется на Там Десять тысяч Разных ограничений Вот Это форматирует Мировоззрение людей Вот Люди Живущие В постоянной Атмосфере Различных ограничений Вот И слышат Только про ограничения Вот Им сложно Придумать Что-то новое Вот Им сложно Там соединить Какие-то Две непривычные вещи И получить Третью Новую Олег У нас остается Буквально Несколько минут Я все-таки Давайте Познакомим Всех нас Поподробнее С фигурой Только что Назначенного Временно Исполняющего Обязанности Губернатора Кировской области Руководитель Ну уже Видимо Бывший Руководитель Или хотя бы Может еще Решение не принято В общем Это руководитель Росреестра Игорь Владимирович Васильев Хорошо Что не цаплен Кто в курсе Кто в курсе Тот поймет Это такая же Ноногия Да Да Давайте почитаем Что написано На сайте Росреестра Новому Руководителю Нашей области Временному 55 лет Родился 31 мая 1961 года В Ленинграде В 83 году Окончил Ленинградский Государственный Университет Имени Жданова В 2003 году Московский Государственный Университет Имени Ломоносова Служба Вооруженных сил В начале 80-х С 92 По 2003 Годы Работал В коммерческих Структурах С 2003 По 2004 Руководил Управлением По инвестиционной Деятельности Центрального Исполнительного Комитета Партии Олег Угадайте Руководитель Управления По инвестиционной Деятельности Центрального Исполнительного Комитета Партии Единая Россия С 2004 По 2010 Годы Представлял В Совете Федерации Республику Коми Является Членом Комитетов Совета Федерации По финансовым Рынкам И денежному Обращению По делам Севера И малочисленных Народов Заместитель Председателя Комиссии Совета Федерации По взаимодействию Со счетной Палаты Российской Федерации С 2010 По 2013 Годы Аудитор Счетной Палаты России Женат Имеет Дочь Вот такая Краткая Биографическая Справка Ну тут Трудно Было Представить Не единороса Назначенного На должность Временно Исполняющего Обязанности Среди тех Политических Партий Вы знаете Как бы Это самое Вообще Сложно Что-то Выбирать И В принципе Уже Неинтересно Обращать Внимание Какой Конкретно Тот или иной Выдвиженец Потому что Часть Политических Партий У нас Те которые Парламентские То есть Старого Коняновым Трюкам Не научишь А новых Ты собственно Говоря Раз-два И обчелся И Ждать От них В этих Условиях Не приходится Ничего Что там Дальше У нас Сейчас По процедуре Мы К сожалению Не оказывались В такой Ситуации Когда у нас Губернатор Возбуждается В отношении У него Уголовное Дело Ну он Он отстранен Он уже больше Не губернатор Временно исполняющие Обязанности То сейчас Должно Видимо Знакомство Некое Состояться С временным Исполняющим Обязанности Официальные Представления Там Протокольная Служба Я думаю Как бы Все организует Но Это ведь пока Временно исполняющие Обязанности Это еще Совсем Не значит То есть Можно в этом Видеть Конечно Там знаки Что он и останется Там А может Не останется Может специально Как бы Там На вот этот Некий Смутный промежуток Времени Там До Выборов Нового Там Губернатора Они ведь Сейчас уже Точно должны состояться В следующем году Да получается В любом случае Глава региона Должен быть избран Ближайший Жительный регион Выборный день Собственно говоря Может быть Для того И привлечен Человек Там С богатым Опытом Аудиторской Деятельности Для того Чтобы Прошерстить Такое используемое Слово Народное Прошерстить Или перешерстить Перешерстить Там Все финансы То есть Разобраться В реальном положении Там Финансов Кировской области Дать какую-то Свою оценку Которая В том числе Пригодится Будущему Там уже Выбранному Губернатору Вам интересно Будет следить За тем Что сейчас Будет происходить Разумеется Мы будем Следить Как эта система Будет меняться Что там Будет происходить На самом деле Интересный Период Времени У нас Наступил Многое Будет зависеть И склада Характера И предыдущей Деятельности Человека И его Политических Предпочтениях И чисто Человеческих Привязанностей То есть Многое Зависит От руководителя На этом Истекает Наше время Истекает Наше время Спасибо Это особое Мнение Олега Ткачева Руководителя Кировского Центра Поддержки Некоммерческих Организаций И члена Общественной Палаты Кировской Области Всего доброго До свидания До свидания Особое мнение На 101FM